Многие фирмы приехали показать и рассказать о своей продукции. Здесь есть и производители, которые сами непосредственно производят различные виды товаров, но и также фирмы, которые продают эти товары. Чем хороша еще эта выставка? Тем, что здесь можно посмотреть не только чисто продукты, а также сопутствующие товары. Например, и кофейные аппараты, и кофе, естественно, к ним. Ну и, конечно, всевозможный алкоголь. Вот грузинские вина представлены. Это чаи, различные виды чаев. Ну и, конечно, как же не обойтись без бытовой химии, которая помогает и очень хорошо облегчает нам жизнь на кухне и в доме. Различные виды и сорта кофе. Заодно и оборудование для обслуживания покупателей. Еще раз. Домашние помощники, конечно, радуют нас. Домашние помощники приехали из Литвы, наверное, да? Из Латвии. Из Латвии? Здорово. Это чаи. Я так понимаю, что это чаи для здоровья. Идем, посмотрим дальше, что у нас есть. Баранки. И пирожки. Ну, это какое-то оборудование. Что мы производим с помощью этого оборудования? Мы единственные в Европе производим механизм для выпечки шакоттиса. А это что такое? Это такой пикантный пирог с рогами, который вставляется на столе. И он очень вкусный. А у вас его вида вот нет этого пирога? Есть вида и только буклета. А, в буклете. А в натуре просим приехать в город Понебежис, Литовский, Литвир. И угостим, и покажем, как это делается в натуре. Потом я подойду, попрошу у вас буклетик. Я вам подарю сейчас. Сейчас не могу. Спасибо. Спасибо. Так, это у нас, ооо, мои любимые грили. Это грили. А, это что такое? Сушка? Сушилка. Она как шкафчик. Можно ее откроем. Здесь суши. А, вы уже сушите? Да. Здесь печу. Это картофель фри. Ну, очень даже вместительная сушилка. Да, очень. Да. Здесь у нас дольки лимона или апельсина. Апельсина, наверное, да? Банан, апельсин. Грибы. Интересная конструкция. Я такое еще не видела. Обычно они такие эти круглые с подончиками. Есть еще и побольше. Есть круглые. А, да, есть и круглые. Вот эта круглая. Она поменьше. И в какую цену у вас, например, это круглая и вот такая? В 39, это такая вот. А, да. В 39. В 99. Да, да, да. Сейчас мы... Да. Вот такие цены. Еще и очень интересно. А это у вас получается соковыжималка... Шнековая. Шнековая. Шнековая, да. У меня коктейли, блендеры, миксеры есть. Место рубки. А что это за компания? Это литовская компания, которая называется Кринона. И еще вот теперь мы представляем свой знак, который называется Зили. И вы эту всю продукцию сами производите? Нет, мы не изготавливаем эту продукцию, но мы тестуем их, работаем, заказываем из Кореи, из Германии, из Италии и потом ставим свой бренд. Ну да, вы выбираете лучшее, что есть, и предлагаете покупателям. Да, да. В Литве мы имеем свои 14 магазинов собственные. Ясно, да, уже готово все, да? Готово. Хорошо. Можно... будете открывать? Да. Мы посмотрим тогда. Я, будем открывать. Это картошкин. И нету... А, это картошка. Совсем нету масла. Без масла. Без масла. Это конвекция такая. Инфракрасных лучей работает. 15-20 минут. Конфекционная печь. Да. Хорошо, без масла. Хорошо. Это и рыбу, и овощи, и мясо можно. Все вкладываю. Грибы, хлеб с чесноком. Очень вкусно. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Здесь кофейные аппараты и сорта кофе. Я вам... Где молоко, где отложи, так, чтобы вы не понимаете? Нет, я не умею. Я только полетаю. Я отмечу не пожелала приезжать. Кошеда. Ну, вообще-то так. Ну, я... Видите, не очень вкусно. Ну, как видите, кофейные аппараты и большие, и маленькие. Это уже на любой вкус. И на ваш кошелек. Вот такие интересные течения. Судя по Говору, я так понимаю, что пока в этом ряду очень много гостей из Литвы. Судя по Говору, я так понимаю, что в этом ряду очень много гостей из Литвы. Ну, это полная. Я ручная работа, работа. Хорошо. Это целесная. Ну, какая полная. Может, улыбка, 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 улыбка. И что мы тут пробуем? Бобы. Это? Да, это все. Да, это все. Сейчас есть тристики. Где? Это бобы. Я так понимаю, что это наша латвийская фирма, которая производит вот такие вот бобы. Это местная фирма, да? Да. Белая фирма. И представляет это все, кстати. Латвийский внуки. Идем дальше. А это у нас природная продукция. Рябина и джемы, варенья из нее. А это латвийский серый горох. Знаменитый. Поменьше. Это побольше. И еще вот такой средненький. Этот называется Бруно. Этот Ретрия. И Витра. Вкусный? Вкусный. Как кому? Конечно. Мы можем использовать гороху тоже как пасту. И эту пасту мы делаем. Мы сами, да? Мы сами делаем. И добавляем немножечко сыр. Немножечко капельку оливки. И все. И получается такой типа паштета. Наверное, гороховый паштет примерно так по вкусу напоминает. Наверное, так и будет. Да. Хорошо. И, конечно, надо использовать зеленые листики, чтобы... Ну, да, да. Тамильчики и так далее. Зимой это очень... Да, мы получали как можно больше витаминов. Хорошо. Спасибо большое. А это он такой, когда растет, да? Когда растет, но еще нет цветов, но... Скоро-скоро зацветет. Ну, не так, очень скоро, но зацветет. Будем надеяться, что зацветет. Спасибо. Ну, а здесь сопутствующие товары. Ура. Так, идем в следующий ряд, посмотрим. Это что-то интересное. А что это такое? Это сухие овощи засушенные. Жареные. Жареные. А, они так специально как-то пожаренные, да? Ммм. Как интересно. Моя рейтис. Здравствуйте. Так, продвигаемся дальше. Это чипсы. Ну, радость, детская радость. Конечно, две чипсы, там и дети. И без этого никак. Ооо. И, конечно, мужчины тоже оценивают чипсы. Ну да, без чипсов никуда. Так, это что за интересные баночки? Агар, агар. Я так понимаю, что это... Ну, вы поняли, что это не приправы, но средства, которые предназначены либо для выпечки, ну и для многих других процедур. Алкоголь. Чёрный вкус. Так же без мясной продукции. Боже мой, какое изобилие. Какое изобилие. Мон, это чуть-чуть... 4,20. 4,20. 4,20. 4,20. Это наши гости из Братской Литвы. Со своей наивкуснейшей продукцией. Боже мой, вот такую. Я уже пальчиком ровно заряжу. Девушки, а как называется вот это? Холодного копчения карбонат. Это карбонат холодного копчения, да? У меня папа в детстве моём делал такое мясо. Понял. Да, сразу вкус и вид этого мяса, конечно, напоминает мне вот эти русские традиции. Вот какие колбасы. Да, голодным сюда приходить не рекомендуется, конечно. Мы идём дальше. Здесь очередные вкусняшки. Ну и, конечно, рабочая одежда. Ну и, конечно, как же без неё. И много шоколада. Поэтому называется Crazy Cake, потому что там много шоколада. Для любителей шоколада. Шоколадная продукция. Здесь 20-50. А в магазинах сетях 20-50. 20-50. Что-то бывает, как сюда. Вот, девушки. Всё то, что когда мы кушаем, кушаем. А потом мы начинаем лечиться, да? Да нет, это для иммунитета. Вот, чтобы не болеть рыбий журн. Ну да. В продуктах сейчас его довольно-таки нет. Вернее, его же нет в продуктах. Рыбьего жира. Есть жидкие. Классический, натуральный вкус с лимоном. Фруктовый вкус. Да-да-да. Добытые из трески. Экономические. Цена экономическая. И бутылочка. По чайной ложечке получается на 50 дней почти 2 месяца. Когда крышечку открываете, обязательно надо в холодильник. И в течение 3 месяца. Ну, стандартные. Угу. Понимаю. Спасибо. Пожалуйста. Так, нет. Вода. Без воды. Ни туда и ни сюда. С рыбьим жиром я, конечно, ошиблась. Почему-то вдруг тут глаза просто разбегаются, и уже язык иной раз не служится. Почему-то я его перепутала с витамином D. Конечно, рыбий жир мы получаем из продуктов, из хороших продуктов, лосось. Но, когда... Вернее, мы не всегда можем получить его в достаточном количестве, и, конечно, желательно употреблять рыбий жир дополнительно. Я бывала в Норвегии, там разговаривала, и в Норвегии очень... Ну, у них очень популярно это. И они совершенно естественно употребляют рыбий жир в капсулах. Там очень хороший, качественный рыбий жир в капсулах. И, конечно, у них мало солнца, хотя много рыбы. Но, тем не менее, рыбий жир в жидкий или в капсулах очень популярный. Ну что, идем дальше. Алкоголь из УЗИ. А тут у нас холодильники. Это... Леттос-фабиста ЛВЭК. Холодильник.ЛВЭК. Что у нас там вкусного? Целые холкинс. Разные вкусняшки. Кюш-пешек-жвайс. Кюш-пешек-жвайс. Такая приятная горчинка. Вкусно? Очень. Славьтесь, как есть. Узей, вот болтые. Что у нас такое интересное тут? Славь, как правило, нам завершил гайку. Только немного. Что у нас тут происходит? Мороженое. Ах, видите? Мороженое. Ммм... Мороженое... Мороженое. Уго... Мороженое. 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 Нам savoir, что, как мы сейчас подожим. Я думаю, что это лучше, чем у меня. Нормально, еще чуть-чуть туда и все. Лучше сам должно, чтобы на пальце не было. Но это уже извращение, ребята. Да. Будем еще третий-четвертый слой делать такой. Бумбу. Смоколады. 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 Та, да. Да, да, да. Да. Да, да. Лаби, пауде вам зраны, я не его дочеку. Пасло, я не могу. Да, я не могу. Да, не могу. Давай, вели, не могу. Как мы здесь? Да, да. Да. Я елок. Да. 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 Что это? Да. А, да. 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 Давай, мы сауцем, мы можем понять, как мы садим. Нет. Нет. Ваши дрова, мы можем сделать это. Давай, мы можем сделать это. Садитесь, садитесь. Ах, ты садитесь, садитесь. Садитесь, что вы садитесь. У нас есть шесть. У нас есть шесть. У нас есть шесть. Сахтите. Мы саллием, и саллием. Мы едем дальше. Ууууууу. 3 любимая марка моя на эти можно обычно на жалобе сделано за я после паузы